Была экспертиза, здесь подпись выполнена с подражанием. Вот, это подпись с подражанием, это лицо, от имени которого эту подпись выполнили. Вот, и исследовал, и, ну, естественно, пришел к выводу, что подпись исследуемая и образцы выполнены разными лицами. Почерковеческие экспертизы Петр Бавсюк проводит уже на протяжении 10 лет. Это, говорит он, сложный, но при этом интересный вид экспертиз. Что такое почерк? Это зафиксированная в рукописи система движений, которая основана на письменно-двигательном навыке человека. Предметом исследования эксперта Петр Бавсюк является письменно-двигательный навык, почерк. Вот, он у каждого человека индивидуален. С чем это связано? Это связано, во-первых, с особенностями анатомии каждого человека, с особенностями механики. И также с особенностями психофизиологическими. Что мы исследуем в почерке? Во-первых, это начертание букв и геометрию. Расстановку букв. Расстановку элементов в букве. Потому что буквы в средстве элементов, допустим, есть правый элемент, левый элемент, верхний элемент, нижний элемент. Размещение букв из слов. Наклон, размер. Немаловажно, это учитываем траекторию выполнения отдельных элементов в буквах, либо там отдельных штрихов. Эксперты-почерковеды Комитета судебных экспертиз исследуют подписи, краткие записи и рукописные тексты. Задачи, которые они решают, делятся на три группы. Первая группа – это задачи, которые носят идентификационный характер. То есть здесь решаются вопросы идентификации. Вторая большая группа – это задачи диагностические. При решении этих задач эксперт устанавливает факт влияния на процесс письма, каких-то избивающих факторов и с чем они связаны. Допустим, вот, каким фактором это быть? Это необычные условия, это необычная поза, ограниченный зрительный контроль, может быть, непривычный материал письма или пишущий прибор. Вторая подгруппа – это необычное состояние. Вот, в чем связано оно может быть? Это, возможно, и какое-то сильное эмоциональное волнение, либо заторможенность, алкогольное опьянение. Третья – это будет классификационная группа. Допустим, вот, мы можем установить полуисполнителя, это была женщина, либо это был мужчина. И тоже здесь связано с какими-то особенностями анатомии и психофизиологии человека, женщин и мужчин. А также мы можем установить и отнести исполнителя рукописи к какой-нибудь возрастной группе. Экспертизы проводят по постановлениям органов внутренних дел, следственных органов прокуратуры, а также по заявлениям юридических и физических лиц. Мне на экспертизу была предоставлена расписка. Там мужчина давал в долг своему знакомому крупную сумму денег. Там, естественно, был рукописный текст, подписи. А суть в чем? Что эта расписка была написана в 1995 году. Ну, естественно, написали расписку, расписались. Но потом, к сожалению, она была благополучно утеряна. И об этом узнал должник. Естественно, он отказался от факта получения денег. Ну, все, там мужчина как только не обращался, добивался правды, но, знаете, без расписки ты ничего не добьешься, ничего не докажешь. Вот. И уже, наверное, смирился в душе, что вот, как бы там, потерял круглую сумму денег. Но, ну, так случилось, что он эту расписку нашел через 25 лет. Естественно, предъявил должнику, тот, естественно, отказался, и пришлось проводить экспертизу пресковедческую. Ну, и мы установили, что да, что эту вот расписку выполнял именно должник. В чем была сложность для экспертов? В том, что пришлось исследовать почерк лица с разрыва времени. То есть там тогда было должнику 45 лет, а уже сегодня ему 70 лет. А почерк, который меняется, трансформируется. И в этом была сложность, как бы, этой экспертизы. С необходимостью писать от руки мы сталкиваемся все реже. Но, несмотря на то, что печатного текста в нашей жизни сейчас значительно больше, работы у экспертов все так же много. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!